С апостольским и правилом, через полное погружение. Не моих правил, не потеряешься, не лаптунцы, а апостолцы. Это говорит потеряешься. Прошло полтора года с того момента, как я обращался к духовенству. Но, к сожалению, положение не изменяется к лучшему. Придется, видимо, в дальнейшем разрешать свечение взрослых только в тех церквах, которые имеются в обществе. Где нет, в основном пути не крестить, потому что не ходите на нас крестить. Ходите молиться, крестить, пищите вовремя, подряд говорят. Не, я так не вызываю. Чтобы не вызвать нарекания среди верующих, которые считают это строго необходимым. Также многие, 98% священнослужителей, словно и не слышали нашего предукрепления. Прежде должна быть катетизация, чтобы это должно совершаться так гонейно и неспешно. Катетизация, научение, наставление в Слове Божие. Это патриарно. Я жанна на меня и научились. Я вас принял занятие в университете, который готовился к крещению. Бывает 3-5 лет назад. Так не верят. Но человек разобратился. Там люди много пришедших. Это врач-кровые гордейцы. Я могу показать, какие люди успеха. Работают юристами, программистами. Они созгласны, приходя на занятия, уверовали. Теперь стали верующими, приняли крещение. И они христиане. Все по последствии создают. Никто не бьет и будет негативно. А те, которые здесь приходят, поговорим с ними. В прошлый раз говорили, а они за ним не рожали. Я говорю, ты так не дожди, я готов с праздником запустили. Задокнул перед храмом. Его засняли. Все. Дебята, выкатывайте на весь мир. Понимаете? Семинаристов, кушат. Игоря здесь нет. Одет в таком упорку, который здесь. Здесь, здесь, здесь. Девушка, покажите. Представьте, вы идите туда. А это человек, которые называются, человек с лишним раздаваемым. Работает в образовательных структурах. Представьте, мы пришли в Прощенное Воскресение. Прокровский собор. Только что Прощенный Чим прошел. Все на 1-й в воскресенье прошли по всем священникам. Больше двадцати со всеми просили. И подошли к Дмитриеву Максиму. Епископу. Вышли на улицу. Семинаристов. Они ослужили его, а он отдавал визитки. Там написано, к истине, ну, может, ничего нет. Спас есть такая бумажка, где нас может лететь. Она совсем маленькая. Они на него наседают. Нас, священник, подоставили. Вот такой он дает. Они не без рук вырывают. Ты на него. Козел. Это ура. Это будущие священники ваши. Это разбойники растут. Они за ними не были никогда. Их использовало вас это у нас. Так и он, и Господь нам говорит. Я дам не славу за этим небом. Это люди делают эти шутки. Нестительные. Посмотрите, они установлены на нас. Это присутствие женщины. 15-15 наших женщин от этого покоя повторяют. Они делали себя. И с ними рядом стоят священник. Наши люди потом разобрали. Как можно дальше жить? И от этого установки мы должны изменить, как вы боги. Перевели. И вы ничего не сделали, не просто. Можете ходить пойти и сказать, что это основное правило. Это что мы будем связывать? Я стоял в стране и не заговариваю. Невозможно. Я раздал тысячи. И точка. Смотрите. Ни один человек, ни один, кроме семинарии, кроме церкви. Кроме института, краевая администрация, корпоративная края, ОВД, везде раздал. Везде, кроме семинарии, кроме церкви. Христа раскален про священника. Его раскален не сторожа, поэтому нам плакать надо же не должен. Господь говорит, простите, чтобы дал пласть у него. Умолите Бога, чтобы он священник, который будет учить вас. От церкви православной никуда не отходите. Ходите здесь, молитесь, защищайте. Но знайте Божию Божию. Занимайте Словом Божьем. Вот Тамара Митриевна. У нее будут все книги, вот это синие. Встаньте к нам, чтобы все туда знали. Скажите, где Жигуня? Жигуня, Клочках, улица Лебяжинская, 22. Приходите ко мне, кто желает узнать Слово Божие. Приходите, мы будем изучать вместе с вами Евангелие. И я с вами буду изучать по священному Болгарскому. У меня есть, у меня также здесь посуды рекоменчат. Приходите ко мне, дверь и кругом мой Бога. Всегда против всех. Кто хочет узнать, то есть так. Ну, вот здесь пришло. Мой Бог. Смотрите, как Господь устроится. А наше полноценное крещение, а наше воздвиг и конец. А что мы должны изучать? Любовь. У нас нет его вооружения. У нас одно непобедимое оружие – любовь. Окружите священника любовью. Что ему помочь? Что-то сделать надо. Ну, как-то, чтобы сердце его разлегчилось. Что он был расположен. Никуда в церкви не отходить. Село неверующее совсем. В которое бывает церковь. И он себя намного хуже, чем в церковь приходит. Я сегодня встречал людей, а они даже в янице вышли. И тот не обургал нас. А это какие слова говорят? Уже сейчас раздаются возрасту, что я не пойду в эту церковь больше. Так мы раз к кому-нибудь вызываем. Нет, только ходить в церковь. Пойдите обязательно в церковь. То есть нет церкви, нет спасения. Ну, знаете, я вот так. Чтобы Бог дал хорошее освещение. Чтобы этот пробудился. В церковь ходите, я думаю, священникам покажите всякое уважение. Понимаете, надо меня снижать. Нам не подружескополиком в опусе. Наши все корницы везде садились. Это наши церкви. Другого нам Бог не дашь. У вас прампы. Ходите всю воду вечером, хотя бы, в воскресенье. Других родных, вестих, видите, сидеть. Мы вам раздадим сейчас какие-то новое заветное. У вас садулись. Мальчикам дадим святые журналы, кто пришел. Дальше. Но поступающие жалобы свидетельствуют о том, что крещение совершается небрежно, поспешно, сокращается часто, причем сакраментальные его части. То есть самая главная сакраментальная часть сокращается. Это патриарх Алексей говорит, потому что его завалили жалобами. То крещение, которое сегодня преподает, оно не действительно. Они сейчас, когда мы сюда уже приезжали, епархия прислала человеку учить. И что? В первый же день приехала, она учит. Хрестить может песком. Песком. Я говорю сразу, храните его, сразу получаете за два дела уже. Песком. Христос говорит, кто не родится от воды и духа. Теперь придумали достаточно свинья. Попе, оплевали всех уходит. Где вы это нашли, сняли песком крестить? Ваши роды, если вы видите такое большое воздействие. Хрестите, в полном погружении. Где я крестить? Хреста крестил. Я отдалил. Русь где крестилась? В Днепре. Чего вы думаете? Вера православная должна основно быть маканома. Патриарх об этом говорит. Послушаем. Все чаще стали слышатся нарекания по поводу богатости. То есть назначение цен за совершение хребта. Что он означает? Не сторож, как он означает. Этого нельзя было делать. Это бесплатно делают. Каких крест? Отпевания, венчания и прочее. Крещение за все деньги берут. Не должно быть потребовалось. Такой священник. Позор для храма. Священник требует особой платы даже за крещение, венчание, отпевание. Это уже настоящая симония. Симония это смертный грех. Это все равно что-то сейчас борьба с коррупцией. Коррупция. Китай за коррупционеров расстреливает. Священник, невероятно, снимает среди работы на стройке народного хозяйства. И к таким священникам вынуждены будем принимать меры канонического порядка. У нас они далеко здесь, а царя далеко говорят. А до бога они заходят. Поэтому говорю, что хочу. Они не патриарх и никого не слушают. Но иди нам некуда. Мы должны в день заботиться о чистоте. Больше всего поступают жалобы, прошения о приведении в каноническое соответствие совершения православных таинских требований. Проходите, пожалуйста. В первую очередь, это крещение, совершаемое порой обливанием одной только головы крещаемого вместо полного погружения. Крещение, переводится на русский язык, погружение, хода, погрузи. Мы возьми дома какую-нибудь куклу и погрузись, когда эта кукла погружается. Вот так и человек погружается. Оставить здесь накапливаемый на полу, головой в тазах стоит и долгает. Они не хотят даже крестить, не хотят учить. И что нам делать, доверить? Люди, которые у вас открещены, они не крещены, они обмануты. Патриарх, говорю, повторяю, патриарх, говорю. Наш патриарх, говорю, православный. В некоторых храмах сооружены мактестерии и крещения и те издрожки. Но ряд храмов с этим не тронутся. В Барнауле есть такие в Гипольском патруле, в Знаменском соборе и на русских городах. Можно поехать туда на полное погружение, священникам договорить.